Две с половиной тысячи кукол и три тысячи аксессуаров, начиная с туфелек и заканчивая в Феррари и самолетами. Хозяйке галереи пани Катке понадобилось 10 лет и 30 тысяч евро, чтобы исполнить свою детскую мечту, собрать самую большую в Европе коллекцию Барби. Ее музей, пожалуй, единственный в Чехии, куда дети приводят родителей, а не наоборот. Лапши шатички. У нас дома целых 10 кукол Барби. Нам нравятся последние современные модели Барби. И у них и платье покрасивее, и аксессуаров гораздо больше. Прообразом Барби стала Билд Лилли. Именно так звали героиню немецких эротических комиксов, которая была первым миниатюрным отражением общепризнанных канонов женской красоты послевоенного времени, когда мир сходил с ума от Мерлин Монро и Бриджит Бардо. А уже в 59-м году американка Рут Хендлер создала самую известную куклу в мире и назвала ее в честь своей дочери – Барбары. Это первая Барби с осиной талии и пышным бюстом. В 60-х у красотки появился друг Кен, подруга Митш и сестра Скиппер. А еще через 10 лет Барби уже могла похвастаться нереально длинными ногами и чисто русской внешностью. Это одна из первых коллекционных кукол Барби. Она, как вы видите, русская, даже советская, так как выпущена в 77-м году. Сзади на коробках этой серии куклы мира есть информация о ее родине. Здесь написано «Столица Москва». Так что можно играть в куклы и учить географию. Кстати, чехословацкая Барби появилась гораздо позже, только в 91-м году. Разменяв шестой десяток, Барби сменила множество профессий, увлечений и даже баллотировалась президентой. В 2000-е куклы Барби предстали не только в виде киногероев, Гарри Поттера, Джека Воробья, Беллы и Саги Сумерки, но и королевских особ. Коллекционная серия с Марией Антуанеттой, Елизаветой Первой и Жозефиной стала самой дорогой в истории. Аукционная цена – больше 4000 евро. Наряды для Барби стали шить известные дизайнеры, а имиджем занялись голливудские стилисты. Как продукт своей эпохи, Барби всегда была, что называется, в тренде, первая модница в кукольном мире. Но когда в последние годы вдруг стал популярен стиль эмо и различные монстры, создатели Барби решили – хватит, их стройная блондинка никогда не будет выглядеть, как вампир или зомби. Следующее поколение кукол унаследовало лишь фигуру Барби. Конечно, монстры с клыками и шрамами на мертвенно-бледных лицах вряд ли воплощают мечту современных маленьких девочек о взрослой жизни. Зато точно позволяют детям проявлять свою индивидуальность. Алексей Пономарев, Ксения Ермолина. Специально для РЕН-ТВ. Прага, Чехия.